Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с осмотра выставки, приуроченной к годовщине Словацкого Национального Восстания. Начавшееся 29 августа 1944 года, оно стало одним из крупнейших эпизодов народного сопротивления фашистским захватчикам. Центром стал город Банско-Быстрица. Я уверен в том, что память о героических участниках Словацкого Восстания по-прежнему объединяет россиян и словаков. Я помню, как 4 года назад мы торжественно передали частицу вечного огня у могилы неизвестного солдата общественному объединению мотоциклисты Словакии, которые эту частицу огня перенесли и в Братиславу, в Банско-Быстрицу и в другие города Словакии. Разговор, посвященный истории сопротивления нацизму и антифашистским выступлениям в странах Европы в годы Второй мировой, был продолжен и в ходе круглого стола. Говоря о Словакии, собравшиеся отметили, что в 1944-м в ходе двухмесячных боев повстанцам удалось серьезно подорвать оккупационные силы противника и создать условия для дальнейшего освобождения страны Красной Армии. Значительную поддержку восставшим тогда оказывал Советский Союз. Нарушилось единство немецкого фронта, в тылу были связаны большие силы нацистов. Словакии наряду с варшавским и югославским восстаниями показали, что не собираются пассивно ждать освобождения, которое началось всего несколько короткое время после подавления восстания, а сами подняли оружие. Наряду встали и коммунистические, и некоммунистические движения сопротивления. Восстание стало символом общей борьбы против фашизма. Наряду с 60 тысячами словацких солдат в нем приняли участие представители более чем 20 народов, около 3000 советских партизан, чехи, русины, болгари, поляки, югославы, французы, евреи, немцы и венгры, англичане и американцы, среди прочих. В свою очередь Сергей Нарышкин вспомнил, как 10 лет назад ему лично посчастливилось побывать в Банске-Быстрице, когда отмечалась очередная годовщина словацкого национального восстания. Я был приятно поражен, с какой теплотой и как тщательно относятся Словаки к сохранению памяти о словацком национальном восстании и о совместной борьбе советского и словацкого народа против гильдерских оккупантов. И очень приятно, что такая позиция и словацкого народа, и словацкого правительства сохраняется и сегодня. При этом сегодня, подчеркнул председатель российского исторического общества, часть стран Европы придерживаются линии прогерманских правительств времен Второй мировой. Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств во многом наследуют линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно также игнорировавших коренные интересы своих стран и народов. Этим антинародным элитам противостоят немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы. Сегодня, когда наша страна вновь ведет непростую борьбу с нацизмом, сохранять память об антифашистском сопротивлении в Европе особенно важно. История сопротивления, она начала писаться сразу же после окончания Второй мировой войны. И сегодня эта история, конечно, это неотъемлемая часть истории войны и общей победы над нацизмом, но на нее с самого начала влияли ветры холодной войны, и это продолжается и по сей день. Если посмотреть сегодня учебники в европейских странах, то вообще движению сопротивления отводится крайне малое место, если вообще об этом есть упоминание. При этом в годы Великой Отечественной ряды европейского сопротивления пополнили порядка 40 тысяч советских граждан. Среди них были и бывшие военнопленные, бежавшие из нацистских лагерей смерти, и мирные жители с оккупированных территорий Советского Союза, угнанные гитлеровцами в рабство. Зачастую именно советские люди становились лидерами антифашистского движения, объединяя вокруг себя местных партизан. Около 7 миллионов советских солдат сражались за освобождение 11 европейских стран с населением 113 миллионов человек. И как Сергей Евгеньевич уже сегодня отметил, за освобождение Европы отдали своей жизни более миллиона солдат и офицеров Советской Армии. Стоит, наверное, напомнить, что это больше, чем совокупные потери Великобритании, Канады, США и Франции за все годы Второй мировой войны. Память о войнах-освободителях, равно как и об участниках сопротивления, поддерживается сегодня в Европе усилиями конкретных людей, историков и общественных активистов. Для многих из них это настоящий гражданский долг, требующий немало мужества и стойкости. Нужно всем людям показать, какие были эти герои. Нам не надо много говорить, нам надо показать, что они сделали. Они погибли для нас всех. За нашу свободу и за то, что мы сегодня здесь. История никогда не повторяется точь-в-точь. Однако ее примеры свидетельствуют, что по результатам всех прежних глобальных конфликтов подобного рода наша страна в итоге одерживала верх, и ее авторитет только возрастал. Сужба информации фонда История Отечества.